Продолжение следует... Вместо встречи Рейкьявик. Состоятся ли приговоры Трампа и Путина в Исландии? Украинские военные намерены провести проверку в приграничных районах Ростовской области. Что ответили в Москве и кто еще, кроме украинцев, отправится с инспекцией? Все подробности в сюжете. Официальные сообщения российских информационных агентств скудны. Никаких подробностей нет. Говорится только, что Украина проведет военную инспекцию в приграничных районах Ростовской области. И Россия дала на эту проверку добро. Украина запросила Российскую Федерацию о проведении на ее территории инспекции указанного района в рамках Венского документа 2011 года. О мерах укрепления доверия и безопасности. Уже установлены и временные сроки этой инспекционной проверки. Она должна пройти с 16 по 19 января. В состав специальной контрольной комиссии войдут, кроме украинцев, представители Дании и Канады. В Киеве эту новость уже прокомментировали и рассказали некоторые детали. Метою, в целом, этого захода есть проверка наявности или отсутствие военной деятельности частини подразделяющих сил России, которая должна подлежать предыдущему сообщению. Какие конкретно подразделения посетят, не сообщают. Но вот как будет проходить инспекция, рассказали. В рамках захода в инспекцию будет, в частности, отримание информации от командиров российских подразделений. Плануется сделать вертолетный облет. И также планируется провести сухопутную проверку зазначенного района. По результатам проверки планируется подготовить официальный отчет. Он будет направлен государством-участникам ОБСЕ. Напомню, инспекция проводится в рамках Венского документа от 2011 года, который предполагает обмен данными о военных силах. Людмила Понасюк, подробности, телеканал Интер. Надежда Савченко признала списки пленных, которые она обнародовала, некорректными. По ее словам, информация собиралась в течение 9 месяцев, поэтому она в основном устаревшая, ее нужно проверять. Нардеп заявила, что она подаст запросы в силовые структуры и будет сотрудничать с Красным Крестом. Также Савченко считает, что списки пленных должны быть предоставлены в первую очередь Нормандской четверке. И напомню, 10 января Савченко опубликовала списки украинских пленных, а также списки лиц, которые хотят вернуть, по ее данным, так называемое ДНР и ЛНР. В СБУ заявили, что такое обнародование – нарушение закона о персональных данных. Из-за списка могут открыть уголовное производство. Для этого, как заявляют в секретариате омбудсмена, достаточно заявлений родных и близких пленных украинцев. Другой Нардеп и командир полка АЗОВ Андрей Белецкий выступил с громким заявлением. На своей странице в Фейсбуке он обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и системной коррупции. В самой Нацгвардии в ответ заявили, никаких документов об этой информации депутат не направлял. Главный военный прокурор Анатолий Матиос в соцсети сообщил, командующий Нацгвардии безотлагательно направил в ГПУ письмо обращения с просьбой проверить доводы Нардепа. Сам Матиос пообещал проинспектировать все беспристрастно и по закону. В зоне АТО за минувшие сутки погиб один украинский военный. Трое получили ранения. Широкино и Доломитное боевики накрыли сегодня минометным огнем. Доломитное расположено в серой зоне. Это на Светлодарской дуге. Под обстрелом впервые. Продолжаются бои в районе Авдеевки, Зайцево и Верхнеторецкого. Как выживает население прифронтовых городов и сел, видела Ирина Баглай. Было прямое похоронение у меня в кухне. Стены мы, правда, повылаживали уже. Все хозяйство держим. Родион встречает нас у себя во дворе, где когда-то построил добротный дом, а сейчас везде следы от обстрелов. Бывший депутат сельсовета, теперь для оставшихся жить в прифронтовом селе он надежда и опора. В 2014 году, вспоминает поселок, пережил самые тяжелые времена. Поэтому нынешняя обстановка – одиночные обстрелы. Людей уже не пугают. В 2014 году, конечно, и голодали люди здесь сильно, потому что дороги отрезаны были. Не выехать, не приехать нельзя было. Дороги обстреливались, на мостах расстреливались машины. Было тяжело. В такие села на линии огня не доезжают машины с продуктами и скорые помощи. Надежда только на себя. Под обстрелами даже умудрялись держать хозяйство. Те и родились при обстрелах. Они, в принципе, не боятся. Вот эту штуку, когда разбило, его накрыло шлакопуками. Ну, выжил. Еще пытаемся работать. Выезжаем. Больше всего досталось старикам. Мы ходим в другой раз, что удачу хлеба, как не хватает, ходим, просим. Раиса Петровна после попадания снаряда в ее дом совсем оглохла. Ей бы говорят соседи в больницу, но дороги закрыты. Большинство из стариков остались одни со своими бедами. Мария Федоровна потеряла и мужа, и сына с болью вспоминает, как не могла его похоронить. Сына пристрелили, я в больницу похоронил. Хоронили в воронке. Шесть месяцев у полусадника пролежал, нельзя было на празднике. В поселке ждут помощи с большой земли. Новые разрушения уже не столько от обстрелов, сколько от погоды. Дома валятся, а обещанные материалы не везут. На верхнюю часть поселка привезли доску. Нам не привезли, вот уже мы просим месяца три. Так и пока воз ныне в Киеве на складах лежит, нам так она и не попала. На третьем году боевых действий люди по-прежнему бегут в подвалы, когда слышат разрывы. Говорят, сколько бы ни стреляли, к войне не могут привыкнуть. Все боятся. Ни к чему нельзя привыкнуть, ни к чему. Если оно разрывается как раз над тобою. Вот утром вчера проснулась, позавчера, оно как раз сам это сыпет осколки. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. С Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Две россиянки попросили статус беженцев в Украине. Они обратились за помощью к пограничникам в международном автомобильном пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области во время прохождения контроля. 47-летняя и 20-летняя женщины, мать и дочь, прибыли на границу пешком, с ребенком на руках. Говорят, испытывали сложности с трудоустройством и медицинским обслуживанием ребенка. Девочка, кстати, имеет украинское гражданство. Пограничники направили россиянок в государственную миграционную службу в Харьковской области. Вернуться на Украину, потому что получить статус беженца, потому что невозможно трудоустроиться. В связи с вот этой вот обстановкой, которая происходит с военными действиями на Украине, сейчас опасно. Родственники погибших в катастрофе Боинга-777 на Донбассе требуют возобновить поиски останковых близких. Об этом заявил президент фонда жертв авиакрушения над Донбассом Эверт Иван Зейтвальд, потерявший в аварии сына, дочь и родителей жены. Накануне прокуратура Нидерландов подтвердила, что журналист Михель Спекерс, который снимал фильм на месте аварии самолета, действительно привез останки одной из жертв. После этого заявления возобновились разговоры о необходимости повторно осмотреть место аварии. По мнению родственников, если голландский журналист смог обнаружить в районе крушения Боинга кости, то не все было найдено и собрано. И напомню, Боинг-777 рейса MH17 малазийских авиалиний сбили в зоне боевых действий в Неве над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все, кто был на борту, 298 человек. За прошедшие сутки из-за сложной погодной ситуации на украинских дорогах погибли 9 человек, 66 получили травмы. Гололед стал причиной критического уровня аварийности на некоторых дорогах. В частности, речь идет о трассах в пяти западных регионах. Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Луганской областях. Там количество ДТП возросло на 50%, сообщают нацполиции. При этом ограничения на движение грузовиков и фур по дорогам Прикарпатия и Закарпатия уже сняты. Достаточно высокий уровень аварийности еще в пяти областях. Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой. Серьезная авария произошла на трассе Львов-Краковец неподалеку от села Ямельня. Туристический автобус врезался в фуру, которую занесло на скользкой дороге. Автобус направлялся в Польшу. В салоне, как сообщили очевидцы, было около 40 человек, все живы. По предварительным данным, в аварии получил травмы водитель автобуса. Из-за столкновения движения по дороге в обоих направлениях было заблокировано на несколько часов. Пользователи соцсетей, проезжавшие участок, где произошло ДТП, сообщают, дорога очень скользкая. Машины едут медленно, из-за этого на трассе образуются пробки. При этом ни в областной госслужбе по чрезвычайным ситуациям, ни во львовской полиции официально до сих пор не сообщают о причинах и обстоятельствах аварии с пассажирским автобусом. Пожар в Харьковской высотке. Погибла женщина. Огонь вспыхнул в одной из квартир девятиэтажного дома. Сегодня рано утром загорелись мебель и вещи. В квартире жила пожилая пара. Когда спасатели попали внутрь, люди уже были без сознания. Женщина умерла в карете скорой. Мужчина с отравлением угарным газом госпитализирован. Двоих соседей по этажу пришлось эвакуировать. Из-за сильного задымления они не могли выбраться из квартир самостоятельно. Их спасатели вынесли на руках. Еще 12 человек покинули квартиры сами. Пожар тушили полтора часа. Причину еще устанавливают. И еще одно происшествие. В Харькове, в центре города, грабили обменный пункт. Об этом сообщили в областной полиции. Из обменника вынесли около 70 тысяч гривен и 2 тысячи долларов. По предварительным данным, налетчик был один. Сейчас подозреваемого ищут. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. 7 человек погибли в результате взрыва в Афганистане. Трое из них дети. Еще двое ранены. Инцидент случился в восточной провинции Нангархар. Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, заложенном на обочине дороги. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок. Министерство внутренних дел Афганистана обвиняет в атаке талибов. В Париже открылась конференция по урегулированию палестинско-израильского конфликта. Вот только представителей Израиля, как и Палестины на форуме не было. Почему и о чем говорили на встрече, рассказывает Сергей Услендер. Вот что любопытно. В конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта не принимают участие ни израильтяне, ни палестинцы. Тем не менее, встреча начала свою работу. На нее съехались представители 72 государств, в том числе и африканских, весьма далеких от Ближнего Востока и его проблем. Но все это не смутило французов, которые организовали форум. В Париже полагают, что такая встреча – последний шанс сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Наша единственная цель – приблизить мир. Мы хотим покончить с конфликтом, который принес столько страданий не только двум этим, но и другим народам. И готовы помочь в достижении соглашения, предоставив сторонам стимулы. Иерусалим с самого начала заявил, что будет бойкотировать встречу, которую министр обороны Израиля Виктор Либерман назвал «трибуналом над еврейским государством». Общее настроение среди израильских политиков, которые сейчас не особо стесняются в выражениях, такое. На Ближнем Востоке полно серьезных проблем, угрожающих безопасности всего мира. А в Париже всерьез обсуждают второстепенные вопросы, причем явно намереваясь требовать односторонних уступок только от Израиля. Конференция, которая собирается сегодня в Париже, бесполезная. Ее единственная цель – попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с его национальными интересами. Политологи и эксперты сейчас всерьез обсуждают, о чем, собственно, грозит Израилю этот форум, до чего там могут договориться и что потребует от Израиля. Известно, что конференция собирается принять итоговый документ о двух государствах – палестинском и израильском. При этом арабы получат право жить в Израиле, израильтяне в арабском государстве нет. На основе этого документа Совбез ООН может принять резолюцию, а вот это уже гораздо серьезнее. В отличие от той декларации, той резолюции, которая была принята совсем недавно, которая носила исключительно декларативный характер, которая заявила, что Иерусалим, конкретно Храмовая гора и конкретно Стеноплача являются арабскими территориями, оккупированные Израилем незаконно, так вот она была декларативной и не несла в себе никаких императив, то есть указаний. Здесь же может пойти речь о резолюции Совета Безопасности, которая будет требовать от Израиля графика вывода отступления к границам 1948 года. Накануне новоизбранный американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен перенести посольство своей страны в Иерусалим, пока оно располагается в Тель-Авиве. Палестинцы заявили, что в ответ на это не признают государство – Израиль. У Израиля сейчас вся надежда только на Вашингтон, точнее на Дональда Трампа, который не раз заявлял о своей ярко выраженной произраильской позиции. Документ, который примут в Париже, стороны конфликта в принципе ни к чему не обязывает. А вот от резолюции Совбез ООН есть только одно спасение – это вето Соединенных Штатов. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим может привести к эскалации Ближневосточного конфликта. Об этом заявили главы МИДа в Германии и Франции в Париже. В Париже Жан-Марк Ро подчеркнул, не стоит занимать такую резкую позицию, напротив, нужно создавать условия для мира. А Франк Вальтерштайнмайер напомнил, что даже намерение о переносе посольства приводит к тому, что палестинская страна угрожает мерами и ответной реакцией. В Вашингтоне тем временем обсуждают возможную встречу Трампа и Путина. Встретиться или нет, британская пресса написала, Трамп планирует провести переговоры с Путиным. Сообщили и время, и место. Так утка это или правда? Дмитрий Анопченко знает ответ. Санди Таймс разразилась сенсацией. На первой странице, рядом со статьей о принце, материал о планах Дональда Трампа. Мол, узнали от его советников. Сразу после инаугурации новый американский президент встретится с Путиным. В Исландии, в Рикьявике. Вроде бы и место символичное. Ведь именно там, в далеком 86-м, встречались Горбачев и Рейган. По сути, положив конец холодной войне между Соединенными Штатами и Советским Союзом. МИД Исландии уже поспешил заявить. Мол, если к нам обратятся, все организуем. Но тут и началась шумиха. Эту информацию вначале опроверг штаб Трампа. Дескать, стопроцентная ложь. Затем заявление сделали в Москве, более обтекаемое. Мол, пока никаких переговоров о встрече нет. Но поздно. Публикация сделала свое дело. Возможную встречу Трамп-Путин обсуждает весь мир. Ведь он и сам в интервью The Wall Street Journal, а затем и на своей Нью-Йоркской пресс-конференции, заявлял, что готовится к такому разговору. Журналисты, входящие в так называемый пул Белого дома, уверены, что британская газета не стала бы подставляться под возможность судебного иска и что-то выдумывать, что, скорее всего, такие разговоры в команде Трампа действительно были, но только на уровне идеи. А британские корреспонденты, каким-то образом получив часть этой информации, выдали все за свершившийся факт. Понятная причина. Почему вокруг этой публикации теперь столько шума? Все привыкли, что президент Соединенных Штатов в свой первый зарубежный визит ехал к ключевому партнеру. Обама посетил Канаду, Буш-младший Мексику. В Европе от Трампа сейчас ждали, что он прилетит в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО, и чтобы ЕС заодно успокоить. Вот и выходит, что многочисленным политикам и экспертам вовсе не стоит ожидать от Дональда Трампа соблюдения неписанных традиций. Он пишет их для себя сам. А значит, предсказать ничего невозможно. И стоит ждать просто 20-го числа, дня инаугурации, для того, чтобы увидеть, куда с первым визитом отправится новый президент и кто будет первым мировым лидером, с которым встретится мистер Трамп, заняв главное кресло в Белом доме. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Премьер-министр Польши Беата Швидла лично поприветствовала американских солдат на территории страны. Военные прибыли в Польшу накануне по программе НАТО с целью обеспечения стабильности в Восточной Украине, Украине, Европе. Официальная церемония приветствия состоялась в городе Жага, недалеко от границы с Германией. Беата Швидла лично поблагодарила солдат. В Польше, согласно планам НАТО, должны разместить около 3,5 тысяч военных альянса. Туда же перебросят около тысячи единиц автотехники, включая танки. Первая группа военных прибыла в Польшу 7 января. Это великий день, когда мы можем приветствовать американских солдат, представителей лучшей, самой сильной в мире армии здесь, на польской земле. Мы рады, что вы сегодня с нами. Добро пожаловать. Это первоклассная бригада. Солдаты хорошо подготовлены лучшими тренерами и командирами, оснащены современным оружием. Для поддержания боевой готовности бойцы будут проводить реалистичные, тщательные тренировки совместно с нашими союзниками, как в Польше, так и в Европе. Напомню, Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске силу НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу в качестве гарантии их безопасности на фоне действия России в Украине. США будут командовать батальоном НАТО в Польше, Германия в Литве, британцы в Эстонии, а канадцы в Латвии. Самолет «Иджиптеер», который потерпел катастрофу над Средиземным морем в мае прошлого года, мог загореться из-за айфона пилота. По информации французского издания «Ле Парзиене», еще в аэропорту пилот якобы положил свои айфон 6С и айпад мини на верхнюю часть приборной панели. Лайнер мог загореться после того, как батарея телефона перегрелась. Согласно данным черных ящиков, пожар возник именно в кабине пилота. Самолет выполнял рейсы из Парижа в Каир. Погибли все, кто был на борту, 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Большинство из них были гражданами Франции и Египта. Появление на украинской железной дороге вагонов-трансформеров анонсировал глава Укрзалезнити. Войцех Балчун на своей странице в Фейсбуке сообщил, во вторник на маршрут Киеве-Вано-Франковск выйдет новый поезд, кресла в которых раскладываются в спальные места. Расстояние чуть более 600 километров поезд будет преодолевать за 9 часов. Это на 2 часа быстрее, чем обычные составы. Вот только билет на такой ночной экспресс будет стоить вдвое дороже, чем на обычный поезд. Повышение тарифов на пассажирские перевозки в 2017-м сейчас обсуждают Мининфраструктуры. Цену перевозки грузов уже согласовали. Она выросла на четверть. В Одессе оправдали скандальную экс-прокурора Суворовской прокуратуры, которую судили за взяточничество. Лиманский райсуд признал Эму Михайлову невиновной еще 29 декабря, но известно об этом стало только сейчас. В июле 2015-го Михайлову задержали при получении 5000 долларов. Взятку, по данным следствия, бывшая прокурора вымогала у руководителя предприятия. За вознаграждение обещала не передавать дело в суд. Во время задержания пыталась покончить с собой. Порезала вены на руках канцелярскими ножницами. Суд отправил ее под арест с возможностью внести залог в 1,218,000 гривен. Уже через несколько дней деньги были уплачены, и Михайлова вышла из СИЗО. Вскоре была уволена из прокуратуры, но вот теперь судья решил, что собранные против Михайловой улики неубедительны, и теперь она пытается через суд восстановиться в должности. А Краснолиманский суд Донецкой области отпустил задержанного, которого полиция разыскивала 10 лет. 43-летнему подозреваемому не избрали меру пресечения, суд по делу перенесли, а его самого отпустили прямо из зала заседаний. В полиции сообщили, мужчину обвиняют в организации преступной группировки и разбойном нападении. По версии следствия, в 2007 он и его подельники вынесли газовые трубы на 200 тысяч гривен. Тогда без газа остались жители нескольких поселков. Сообщников задержали, а глава группировки скрывался 10 лет под вымышленными именами. Действиями судей уже заинтересовалась прокуратура. В Брюсселе провели антитеррористическую операцию. Троих человек задержали. Следы террористов искали в районе Маленбек, в котором жили причастные к атакам в Париже в 2015 году. Правоохранители обыскали в районе несколько домов. В операции были задействованы военнослужащие и вертолет. Во время обыска ничего подозрительного не нашли. Троих человек, которые вызвали подозрение у правоохранителей, допросят. Почему в Сомали запретили пышные свадьбы? Как финальная серия четвертого сезона Шерлока появилась в интернете до выхода в телеэфир? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Финальная серия четвертого сезона Шерлока появилась в интернете до выхода в телеэфир. На официальной странице сериала в Твиттере сообщается, переведенный на русский язык эпизод под названием «Последняя проблема» выложен в сеть нелегально. Зрители должны были увидеть его только поздно вечером в воскресенье. Авторы Шерлока призвали не скачивать и не распространять нелегальную версию. В одном из городов Сомали запретили пышные свадьбы, чтобы поощрить молодых людей вступать в брак. Ранее девушки отказывались выходить замуж, если у жениха недостаточно денег на свадебное золото и подарки. Теперь в общей сложности семья жениха не должна потратить на свадьбу больше 5000 долларов. Стая обезьян приняла подброшенную куклу робота за своего. Лангуры даже попытались ухаживать за ним, как за детенышем. Но когда робот случайно упал с ветки на землю, мартышки решили, что он умер. После этого вся стая обнималась и поддерживала друг друга. Необычный эксперимент провели британские кинодокументалисты. Они подбрасывают робота, в оснащенных камерами, к различным животным и получают картину жизни внутри звериных стай. В США закрывается старейший передвижной цирк братьев Ринглин Барнума и Бейли. Он просуществовал в 146 лет. Последний раз артисты выйдут на арену в мае. Активисты много лет выступали против использования животных в представлениях и уже заявили, что закрытие цирка знаменует конец самого печального для диких зверей шоу на земле. Защитники животных призвали и другие цирковые трупы последовать этому примеру. Белорус Антон Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском городе Лейк Плейсид. На решающем этапе борьбы спортсмен собрал 120 баллов, что стало лучшим результатом среди всех финалистов. Кушнир сделал очередной рывок в карьере после Олимпийского триумфа и последующие паузы, связанные с лечением от травм. В Германии пловцы боролись за звание ледового короля. Соревнования проходили на озере Кинзе. Местные жители еще называют его Баварским морем. Во время сильного снегопада и при температуре воды около нуля градусов, 30 человек стязались в нескольких дисциплинах, включая брас и вольный стиль. Парад Маланок отгремел в эти выходные в селе Синьков. Это Чернопольская область. 25 коллективов в разноцветных костюмах и старинных нарядах устроили настоящий карнавал. С песнями, танцами и частушками. Как все было на параде Маланок, организованном фондом Фирташ Фаундейшн, побывали и мои коллеги. Для жителей Синькова Маланка праздник особенный. К нему готовятся заранее. Шьют костюмы, заучивают калятки. Начинается все с ряженых. С самого утра они перекрывают въезд в село. Деды и цыгане собирают с водителей дань. Надо поместить, чтобы приехать в Синьки сегодня. Какий день, на свято у нас сегодня такой. Зачек приездный. В это время возле сельского совета собираются первые коллективы Маланок. Здесь и казаки, и невесты, и медведи. Из соседней Черновицкой области приехала настоящая Маланка с конем и невестой. Все в старинных костюмах. Вот это у нас Маланка. На ней ручник понад 100 ротов. Это у нас яконик. Это у нас есть молодая. Вот эта крыльца заходить в хату до девочек и просить на веселье. По соседству развернулся настоящий цыганский табор. Цыганка Марийка так и норовит погадать. А вот в село заезжает пиратский корабль. Красную жемчужину больше месяца мастерили местные умельцы. Делали все на совесть. Из дерева. Не поскупились даже на настоящий ром. Плавает по всех водах. По людях по снегу. Ось мы его сделали с дерева. С дерева мы его сделали. Он хороший, меценый, смолой и обработанный. Команда у нас классная. Музика играет. Ром наливают. Все у нас супер. Ближе к обеду все участники парада идут в главной площади Синького. Разнообразие красок и колорит костюмов от увиденного дух захватывает. Организаторы праздника позаботились и о зрителях. Развернули полевую кухню. Сварили 200 литров борща. Чтобы не золотил народ, чтобы скорее всего загореться. Горячее, тепло. Сразу горячее на месте. Все мое бути кулеша, чай. Проводить фестиваль «Маланок» в Синькове предложил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который здесь родился и вырос. Он не забывает о родном селе и внес значительный вклад в его развитие. Были построены новые дороги, стадион, полностью реставрирована школа, сельская амбулатория, каждому дому проведены газопроводы и интернет. Поддержка традиций праздновать «Маланку» – еще один вклад семьи Дмитрия Фирташа в популяризацию украинской культуры. Наша родина взагалі дуже шанує традиції, і мій син, і він любит взагалі патріот свого села. Чтобы жили, не умирали ці традиції, щоб підтримували, щоб молодь училася, тому що молодь – вже інакші пріоритети в молоді. Але то, що, каже, в дитинстві закладено, в крові, то має продовжуватися. Мені приємно, що ці традиції в нас відроджуються, бо сьогодні ніколи ми маємо можливість посівати духовність, любов, віру. В цьому году в праздники приняли участье 25 колективів із Тернопільської і Черновицької областей. Организатори позаботились о вознагражденні учасників. Без приза не уехала ні одна команда. «Маланкари» розказує, що в цьому году праздник в Синькові станет ще більше масштабним. Ольга Іванченко, Ольга Паломарюк, Ігор Рига. Подробності – телеканал «Интер» Тернопільська область. На цьому все. Більше новостей на нашому сайті. Подробності ЮА. Приятного вам вечора і увидимся! Дякую!